То есть самое главное у нас это дух, дух Творца и неоднократно Хосе Сильва говорил, что Бог создал нас по своему подобию для того, чтобы мы были помощниками Творца в чем? В создании счастья на земле. Он вот так именно и говорит. И даже говорит о том, что Творец две трети их создал, одну треть на нас оставил, а мы взяли это и, честно говоря, провалили. Мы что сделали? Мы начали смотреть не внутрь себя, а любоваться вот тем, что на этой планете есть, красоту. И в конце концов, может быть, где-то библейская история о том, что, так сказать, вот это вот яблоко, да, которое греховное, так сказать, это как раз следствие того, что человек, человеку надо было заглядывать внутрь себя на свои мысли и думать о том, что он может действительно вместе с Творцом достроить эту жизнь до счастья. Но, к сожалению, вот так и произошло. И в то же время, сегодня Хосе Сильва, их очень много, в том числе Эдгар Кейси, в том числе множество других специалистов, философов, они считают, что мы духовные существа. Духовность наша не умирает. И тут очень важный вопрос в том, что эта духовность постоянно возрождается, но в разных телах. То есть мы с вами говорим о чем? О перевоплощении человека. Это очень такая скрупулезная тема, особенно вот в России, да, вот я знаю, что в Америке производили социологические исследования, там 29% населения, это выборка была, верят в то, что существует реинкарнация. У нас, конечно, таких исследований нет, но я думаю, что может от сердца вот многие верят в это, но если их опрашивать, они бы попаялись бы, может быть, даже сказать, что они верят в реинкарнацию, потому что настолько это чудесно. И там есть другие перепития, нам, кстати говоря, может быть, следовало подумать, рассмотреть на каком-нибудь вебинаре вопрос о перевоплощении карни, потому что я удивился, когда касался вот литературы, по этому вопросу в мире собрано очень много научных фактов. И там есть метод исследования, представляете, метод исследования реинкарнации, хотя никакими фактами, что вот этот человек, который сидит передо мной, Ирина, она в прошлой жизни была в том-то, том-то, той-то стране, она была тем-то мужчиной или женщиной там и так далее, у нее она была по той-то профессии, но на самом деле, так сказать, и было. И сейчас работают специалисты со степенями научными, которые доказывают эти вещи. Нам это тоже важно, почему? Потому что вот в создании болезней участвует не только наша эта жизнь. Мы приносим болезни откуда-то еще, представляете, да? То есть, может быть, тянем эти болезни из той жизни. Но я не буду на этом подробно сосредотачиваться, я просто хочу сказать, что самое главное у нас все-таки дух. Дух, который является каким? Созидающим. Не может быть духа, потому что это дух Творца, который убивает, который с отличательным результатом.